добрый вечер добрый вечер друзья рада вас приветствовать здравствуйте здравствуйте всем кто подсоединяется к эфиру доброго времени суток напоминаю вам друзья что вы присоединяйтесь к эфиру в канале не если вам захочется задавать вопросы или участвовать в общении то у нас есть чат для комментариев и вы можете все это осуществлять именно там доброго времени суток вижу что вы присоединяетесь здравствуйте я вам рада сейчас буквально немножко подождем буду рада если кто-нибудь из вас напишет все ли в порядке со звуком или видно слышно пока ждем присоединения так я смотрю уже посмотрела на тестовом телефоне все в порядке надеюсь что у вас все хорошо итак друзья сегодня у нас среда 22 июня с вами ольга вершине на мастер биоэнергорегуляции и сегодня у нас тема важная нужная полезная интересная и тема который про которую все знают но при этом ну как бы плавают до своих знаний то есть вроде как знаю но если спросить чего знаю сформулировать не могу друзья мы сегодня говорим о микроэлементах а важнейших микроэлементах которые нужны нам с вами для того чтобы чувствовать себя здоровыми для того чтобы рассчитывать на долголетие для того чтобы все наши органы системы все наши ткани работали в здоровом режиме нужным должным образом без всяких сбоев накладок и так далее и я не буду тянуть кота за хвост да сейчас переключусь на слайды трансляцию экрана потому что сегодня я вам буду и рассказывать и показывать и мне бы очень хотелось чтобы у вас сложилась ну какая-то целостная наверное картинка относительно микроэлементов которые вот архи важны я конечно не смогу вам рассказать обо всех микроэлементах потому что организм человека это огромный биохимический комбинат все мы с вами это знаем и полагаю что даже на текущий момент времени при всех достижениях науки и техники никто не может сказать что организм человека исследован полностью однако вполне справедливое утверждение что в нашем с вами организме есть вся периодическая система менделеева и еще может быть и больше другой вопрос в каких количествах и насколько тот или иной элемент то или иное вещество влияет на самые важные жизненные процессы нашего организма вот это мы сегодня с вами и рассмотрим итак трансляцию я включила запись включила и сейчас я и сейчас я так сейчас секундочку я на всякий случай хочу удостовериться что все хорошо еще раз у меня просто тестовый как сказать тестовый телефончик так вы меня видите слышите я полагаю прекрасно все я это я связь проверяю и выяснила что здесь поняла поняла так ну что друзьям я сейчас включаю кран и мне важно удостовериться что все будет хорошо видно слышно так транслировать экран транслировать экран у меня просто было временно почему-то отключена камера и так и и я хочу удостовериться что вы видите экран видите ли вы экран друзьям так вижу его я я сейчас себя уберу камеру уберу а экран будет так все вижу вижу что экран появился и я надеюсь что вы его видите тоже ну что друзьям мы сегодня говорим с вами о микроэлементах у вас важнейших микроэлементах для жизни обеспечения нашего с вами организма и итак что такое микроэлементы микроэлементы это химические элементы периодической системе менделеева они есть которые встречаются в организме в нашем в очень малых концентрациях они входят в состав наших тканей они входят в состав ферментов гормонов они поступают в организм человека с пищевыми продуктами и водой и без них их функционирование нашего организма практически невозможно несмотря на то что эти элементы содержатся в небольших количествах я бы хотела сразу обозначить я сегодня буду говорить о 12 важнейших микроэлементов сейчас вы видите их на экране их название и здесь же на этом слайде я привела связь микроэлементов и меридианов нашего организма уважаемые специалисты мастера биоэнергорегуляции кто работает с бэмом мне бы очень хотелось чтобы вы понимали вместе с тем как работать с биоэнергомассажером что такое энергетические каналы меридианы мне бы хотелось чтобы вы дополнили свои знания еще и вот этой информации каждому микроэлементу соответствуют определенные меридианы и определенные точки которые регулируют способность организма усваивать этот микроэлемент из еды и воды и гармонично распределять его между всеми органами и системами между клетками что сделать все возможное для того чтобы этот микроэлемент соответствующий да попал туда куда он должен попасть в те ткани где его присутствие наиболее важно так вот друзья микроэлемент магний меридианы сердца и перикарда микроэлемент калий меридианы сердца перикарда и почек микроэлемент натрий меридианы почек и сердца медь меридианы желчного и мочевого пузырей кремний меридианы почек и мочевого пузыря кальций то же самое меридиан почек и мочевого пузыря цинк меридианы почек легких и толстого кишечника фосфор меридианы сердца легких и тройного обогревателя кром меридиан поджелудочной железы и селезенки и желудка или меридиан поджелудочной железы и почек железо меридиан печени и поджелудочной железы йод меридиан тройного обогревателя и сердца и рассказывая о каждом микроэлементе я обязательно дам вам изображение тех точек которые можно прорабатывать для того чтобы данный микроэлемент лучше усваивался и гармоничнее распределялся во всех органах и тканях во всех клетках нашего организма этой информации вы практически нигде не найдете эта информация которую дает восточная медицина и в западной медицине этого нет этих данных между тем согласитесь что понажимать себе точки на руках ногах на теле нет проблем каждому человеку знать бы чего нажимать на самом деле и частая очень история что человек каким-то образом обнаруживают что у него есть дефициты по определенным микроэлементом витамином там еще чему-то он начинает килограммами поглощать какие-то разные добавки он начинает есть определенные продукты которые содержат тот или иной микроэлемент и это не приводит никаким результатом почему потому что проще всего просто в себя все запихать да и сидеть на попе ровно ждать но если организм сам не способен усваивать это если например плохо работает селезенка если мы едим что-то хорошее она просто как мусоропровод падает в кишечник и выходит из организма то ничего хорошего в этом нет поэтому здесь важно поработать с точками которые о которых я расскажу сообразно каждому микроэлементу и тогда есть шанс улучшить усваиваемость того что попадает в наш организм и так поехали первый микроэлемент о котором мы поговорим магний его значение для человека друзья это природный транквилизатор и антистрессовый минерал то есть при наличии достаточного количества этого минерала человек не будет выпрыгивать из штанов при каждом раздражение да и соответственно этот минерал он немножко притупляет остроту скажем так магний участвует во многих процессах происходящих в организме усвоение глюкозы в передаче нервного сигнала выработки энергии синтезе белков построение костной ткани в регуляции расслабление напряжения сосудов и мышц друзья например наше сердце это мышца и наверняка вы знаете что когда у человека есть какие-то проблемы с сердцем ему обычно рекомендуют например такой препарат который называется панангин ну он продается в аптеках да а что в его составе калий и магний на самом деле и это не просто так поехали дальше что бывает когда магния не хватает когда есть дефицит магния вот что бывает головные боли выпадения волос боли в сердце сердечная недостаточность сосудистой проблемы раздражительность повышение холестерина боли в животе болезненные месячные у женщин хроническая усталость мышечные судороги общая слабость и ломкость ногтей согласитесь эти симптомы малоприятны что является источниками магния в нашей жизни посмотрите на первом месте кешью на первом месте по содержанию магния на первом месте орешки это конечно же гречка другие разновидности орехов кедровы миндаль фисташки арахис фундук здесь есть морская капуста пшено ячневая крупа овсянка опять же грецкий орех горох фасоль то есть вот источники магния самые серьезные источники магния и вот вам точки регуляции магния в организме обратите внимание . цучи находится на локтевой складке стрелочка показана . вайгуань находится в двух них от лучезапястной складки . лаугун находится на ладони при условии что вы сгибаете средний палец касаетесь ладони вы попадаете в эту точку ну и собственно говоря . даджуй или как ее называют . аспирин эти четыре точки подлежат проработки если вы едите достаточное количество магния в организм попадают но не усваивается то есть не меняется ваше состояние ваш симптоматика ничего не происходит ну во первых конечно есть вопрос какой магний вы едите да и но это мы поговорим чуть позже об этом варианты различных добавок да вот ну соответственно есть вариант качество добавки и если качество хорошая высокая то значит организм не усваивает вот чтобы усваивал надо работать с точками следующие меридиан следующие микроэлемент о котором мы поговорим калий кали поддерживает оптимальное внутриклеточное давление у нас существует натриево-калиевый баланс в организме целевой баланс и его обеспечивает калий вместе с натрием с этим элементом о котором мы поговорим чуть чуть попозже соответственно благодаря калию поддерживается кислотно-щелочной баланс в жидких средах нашего организма жидкие среды это лимфа кровь это внутриклеточная межклеточная жидкость это желчь конечно же то есть собственно во всех этих жидкостях нужно поддерживать кислотно-щелочной баланс за это отвечает калий калий является катализатором то есть ускорителем в ряде реакции включая те которые способствуют насыщению мозга кислородом и увеличению выносливости организма если калия мало дефицит калия что происходит повышается раздражительность появляется мышечная слабость могут быть судороги мышечные нарушение сердечного ритма запор и усталость напоминаю что калий вместе с магнием они работают для и на сердце это очень важно понимать источники калия друзья посмотрите на первом месте курага огромным отрывом на самом деле по количеству калия в составе курага далее фасоль морская капуста горох чернослив изюм заметьте курага чернослив изюм это сухофрукты да это вот в сушеном виде и калия там много далее миндаль фундук чечевица арахис кедровые орехи горчица картофель кешью грецкий орех друзья к ним также богаты бананы но бананы не желтые перезревшие друзья мои бананы зеленоваты вот там калий есть как только бананы становятся желтыми а еще если не дай бог покрываются коричневыми пятнышками ни о какой пользе для организма эти банки а быть в этих бананах говорить не приходится точки регуляции калия посмотрите их четыре собственно говоря это точно такие же точки как и для регуляции магния более того когда мы сейчас будем говорить про микроэлемент натрий вы обнаружите что у натрия тоже эти четыре точки эти четыре точки они действительно регуляторные они балансовые и они вот отвечают за распределение и магния и калия и натрия в нашем организме вот следующий элемент натрий о котором мы поговорим он способствует поддержанию осматического давления в жидкостях организма и поддержанию водного баланса друзья наверняка вы знаете такую историю когда вы начинаете вдруг отекать когда возникают отеки есть такая мудрость типа посмотри сколько соли ты ешь да и снизь количество соли снижай потому что соль задерживает воду в организме и если натрия избыток то будет обязательно отечность поэтому ну и будет нарушен конечно же водный баланс далее натрий транспортирует аминокислоты глюкозу и различные неорганические органические анионы через мембраны клеток вот собственно говоря он и поддерживает осматическое давление калий принимает участие в синтезе желудочного сока натрий простите в синтезе желудочного сока координирует выделение почками продуктов обмена веществ натрий архи важен для почек однако его переизбыток напоминаю он будет блокировать работу почек и мочевого пузыря соответственно у вас будет задержка жидкости в организме натрий активизирует некоторые ферменты поджелудочной железы слюнных желез участвует в обеспечении щелочных резервов плазмы крови друзья кстати говоря на тему слюных желез есть люди которым все пресно и они начинают пересаливать еду на самом деле обратите пожалуйста внимание вот на что когда мы покупаем какие-то продукты в организме в магазине продукты я имею ввиду таких из которых мы будем готовить еду мы покупаем там мясо мы покупаем какие-то там овощи фрукты крупы и так далее на самом деле на текущий момент времени в современном обществе в огромном количестве продуктов излишнее содержание соли соль это натрий хлор то есть количество натрия и так велико а мы при приготовлении еды еще и сами солим ее добавляем соль или в готовую еду добавляем соль старайтесь от этого отвыкать и если то есть вы просто должны понимать что если вы солить постоянно еду которую вы готовите то это уже говорит так как а некоторые ненормальности ненормальность в чем ваши слюны и железы вот то что здесь написано активизирует некоторые ферменты слюнных желез ваши слюны и железы уже разбалансированы вы берете еду в рот а ваша слюна говорит о том что еда для вас пресная хотя на самом деле это не так поэтому друзья здесь только включать мозг и сознательно регулировать уровень количество соли которые вы добавляете в пищу кстати говоря есть еще один вариант натриевую соль заменять на соль с пониженным содержанием натрия сейчас есть такая соль в продаже вот это прям рекомендовано тогда у вас будет гораздо легче организму обратите на это внимание натрий также проникает через легочные петели и кожу и я думаю что вы понимаете о чем речь если мы с вами принимаем солевые ванны через кожу натрия в ионизированном виде проникает наш организм натрий абсолютно полностью водорастворимый и соответственно в ионной форме да он водорастворим и соответственно благополучно проникает внутрь организма и точно также через воздух когда мы с вами находимся например на море и дышим морским воздухом в это время мы обогащаем свой организм натрием в ионной форме концентрация натрия в крови здорового человека должна соответствовать концентрации в морской воде дефицит натрия к чему приводит ну на самом деле это страшная история про дефицит натрия к счастью сейчас поискать еще надо людей это не так часто встречается чтобы был дефицит натрия чаще всего его избыток бывает дефицит натрия приводит к сонливости тошноте рвоте спутанности сознания нарушение координации движений к судорогам и это действительно опасное дело для организма потому что при гипонатриемии есть такая прям болезнь заболевания гипонатриемия то есть это снижение количества натрия в плазме крови это может быть опасно отеком головного мозга источники натрия морская к ну морские продукты понятно да вот собственно вы видите морская капуста мидия лобстер осьминоги камбала анчоусы креветки сардина корюшка яйцо друзья краб рак кальмара сетру луфарь то есть если вы не любители морепродуктов то для вас это яйца точки регуляции натрия точно так же как у магния и калия четыре точки цуичи вайгуань лаугун и даджуй и мы переходим к следующему микроэлементу медь медь обеспечивает построение необходимых нам белков и ферментов участвует в процессах роста и развития клеток и тканей нашего организма медь является активным ингредиентом химической реакции превращения железа в гемоглобин без меди аминокислота тирозин которая а является основным фактором который отвечает за пигментацию цвет кожи и волос так вот эта аминокислота без меди не может организмом использоваться в должной мере то есть если человек теряет пигментацию волос и кожи то это очень часто говорит о недостатке меди в организме и что делает еще медь устраняет различные спазмы в организме спазмы самой разной природы сосудистые спазмы мышечные спазмы связочные сухожильные нервные любые если у вас такое состояние организма что вы часто прибегаете к спазмолитикам то подумайте на тему компенсации количество меди в организме дефицит меди к чему может привести ну во-первых к анемии причем к анемии которая нечувствительна к препаратам железа напомню вам друзья чего делает медь медь участвует в химической реакции превращения железа в гемоглобин если меди нет недостаточно то сколько бы ни было у нас железо в организме у нас будет пониженный гемоглобин дефицит меди может привести костю порозу к поражению костей суставов к снижению пигментации кожи как я уже говорила да к различным неврологическим симптомам нарушению работе сердца и собственно говоря различным спазмирующим ситуациям источники меди в еде печень на первом месте печень далее у нас орешки арахис фундук креветка горох макаронные изделия друзья чечевица гречка рис пшеница то есть крупы грецкие орех фисташки овсянка фасоль осьминог вот имейте в виду точки регуляции меди . тайчун ее еще называют точкой ножпы она обезболивающая . цехай ниже пупка расположена и . даньчжун расположена в середине грудины вот и мы переходим к следующему микроэлементу это кремний кремний принимает участие в процессе роста костей формирование хрящей и различных соединительных тканей то есть достаточное количество кремния обеспечивает здоровую работу опорно-двигательного аппарата кремний способствует поддержанию эластичности стенок сосудов на клеточном уровне если сосуды хрупкие ломки да еще если вы едите сахар который увеличивает хрупкость сосудов то будьте готовы к повышенному холестерину кремний играет главную роль в следующих соединительных компонентах ткани эластина коллагена и в муколесахаридах с возрастом уровень кремния снижается и об этом свидетельствует развитие атеросклероза то есть когда кремний снижается в организме количество кремния до тогда нарушается работа сосудов целостность сосудов эластичность сосудов вот основная функция кремния дефицит кремния ну соответственно ослабление соединительных тканей в опорно-двигательном аппарате в дыхательной системе слабость костных тканей это значит увеличение вероятности переломов остеопороза повышение вероятности развития воспаления желудка и кишечника естественно повышение холестерина я как я уже говорила потому что будут травмироваться сосуды развитие атеросклероза ломкость и потеря волос ничего приятного где же мы крем не берем крупы друзья ячневая гречневая фасоль жимолость кстати горох чечевица кукуруза фисташки пшеница овсянка крупы друзья мои дефицит кремния на самом деле очень часто в организме человека образуется из-за недостатка грубо волокнистой пищи у нас сейчас огромное количество продуктов уже имеют такую мелкодисперсную первичную переработку и наши зубы плохо работают на самом деле нам нечего жевать зачастую уже знаете кстати говоря есть такая штука вот в россии очень любят супы и жидкие жидкий бульон и в этом жидком бульоне ярко выраженные какие-то овощи плавают да и ну там и мясо допустим или рыба на западе очень часто крем-суп есть да вот на западе это вообще принято крем-супы так вот крем-супы пюре паштеты это вот такая еда она приводит к тому что организм обедняется кремнием ну и соответственно если вы вспомните я проводила прямой эфир на тему девяти конституциональных типов по традиционной китайской медицине и там есть один такой тип он на самом деле печальный очень и тяжелый недостаток ци и вот конституциональный тип недостаток ци в частности образуется в результате длительного дефицита кремния друзья точки регуляции кремния обратите внимание . гао хуан шу это в районе лопаток а . юнь цуань это конечная точка меридиана почек центр стопы и . долголетия дзю сан ли это регуляторные точки для того чтобы наш организм благополучно кремний воспринимал усваивал и грамотно распределял по клеткам следующий элемент кальций важнейший микроэлемент и мы про него много слышали много знаем безусловно да поэтому долго про них уговорить не буду кальций в организме выполняют структурную функцию я думаю что вы понимаете о чем эта фраза кальций участвует практически во всех процессах нашего организма он регулирует внутриклеточные процессы сокращение сердечно и скелетных мышц участвует в процессе свертываемости крови влияет на кислотно щелочной баланс организма участвует в работе нервной системы конечно же влияет на артериальное давление у гипертоников кстати говоря у большинства гипертоников дефицит кальция ну и собственно говоря уже есть такие исследования важные ценные наблюдения последних 40 лет если девочки повторяю девочки до 14 лет девочки не получают нужного количества кальция в хорошем варианте усвояем варианте да то в зрелом возрасте такие женщины в большинстве своем получают остеопороз дефицит кальция в чем выражается ну конечно же ломкость ногтей сухая кожа угри высыпания на коже разрушение расшатывания зубов кариес бесконечные походы к стоматологу протезирование ухудшение состояния волос сухость преждевременное выпадение также возможен рахит артрит экзема гипертония калит и еще огромное количество заболеваний потому что кальций напомню участвует практически во всех процессах нашего организма другой вопрос давайте сразу сейчас я прямо относительно кальция это обозначу потому что многие люди предполагая дефицит кальция у себя особенно с годами наблюдают вот ломкость ногтей там волос и так далее сухость кожи идут в аптеку покупают кальций начинают его есть и частая история аптечный кальций он таблетирован как правило и этот кальций из животного происхождения из костей животных друзья этот кальций усваивается на мизерную долю процента то есть не выше пяти процентов усвояемость этого кальция нашим организмом даже если хорошо работает селезенка даже если мы будем всякие точки давить да все равно кальций животного происхождения он в организме чужой при всем при этом он его излишки да не выводятся из организма и оседают качестве отложения солей на суставах на хрящах на позвоночнике да в мышцах кстати говоря кальцинирование мышц тоже бывает очень часто особенно у тех кто занимается спортом нерегулярно так что ничего приятного в этом конечно нет источники кальция конечно же друзья сыры все молочные продукты миндаль горчица фисташки чеснок фундук в общем молочные продукты понятно фасоль овсянка горох ячневая крупа грецкий орех ну да и опять-таки молочные продукты друзья единственное что я хотела бы отметить если мы говорим о молочных продуктах для взрослых людей то давайте сразу понимать что молочные продукты для взрослого человека на самом деле из коровьего молока я имею ввиду это не самый полезный продукт да это источник кальция но при всем при этом взрослому человеку молочные продукты блокируют различные процессы в организме ферментацию не проходят нормальную потому что взрослый организм не заточен на употреблению молочных продуктов коровьего происхождения если вам очень нужны молочные продукты как источник кальция будьте добры козье молоко используйте пожалуйста потому что там нет казино и по этому поводу у нас есть очень много материала у елены кочневой у нашего любимого эндокринолога онколога диетолога да посмотрите пожалуйста у нее об этом очень много сказано поэтому молочным молочными продуктами не ну не переусердствуйте не переусердствуйте пожалуйста хорошо сразу могу сказать что самый оптимальный вариант восполнения кальция в организме это кальция из морских водорослей жидкий кальций соответственно да вот в частности в компании фуху есть капсулы хайцалгай в эмульгированной форме кальций вместе со всеми необходимыми минералами микроэлементами сопутствующими витаминами аминокислотами которые нужны для практически стопроцентного усвоения его так ну что поехали дальше точки регуляции кальция посмотрите гао хуан шу собственно говоря точки в районе лопаток точка шэнь мэнь на лучезапястной складке по линии от середины между безымянным и мизинцем безымянным пальцем и мизинцем . дзу сан ли и . юнь цуань кстати вот друзья обратите внимание на точки гао хуан шу дзу сан ли юнь цуань это тоже регуляторные точки основные базовые регуляторные точки нашего организма их можно на самом деле применять относительно всех микроэлементов если у вас какие-то дефициты и вы начинаете в организм добавлять тот или иной микроэлемент зная о том что вам его не хватает пожалуйста в этом на этом этапе в это время уделяйте внимание проработки этих точек это не так долго это не так сложно но при этом поверьте вы в разы увеличите способность вашего организма усвоить нужное количество определенных микроэлементов которые вот вам по зарез нужны поехали дальше следующий микроэлемент цинк что он делает в организме он очень связан с обменом веществ принимает участие в нашем метаболизме в регуляции метаболизма цинк принимает участие в синтезе расщепления белков жиров и углеводов в иммунной системе цинк увеличивает сопротивляемость организму ускоряет заживление ран то есть регенерацию в гормональной системе цинк архи важен для секреции инсулина ну соответственно инсулин принимает участие в углеводном обмене цинк оберегает от разрушения бета клетки поджелудочной железы которые синтезируют инсулин цинк имеет значение для выработки гормонов и здорового состояния простаты у мужчин что делает дефицит цинка в чем он выражается это нарушение сна это ухудшение состояния кожи волос и ногтей снижение аппетита выпадения волос ухудшение ночного зрения то есть как только темнеет так все кранты вы ничего не видите у вас все серое снижение настроения увеличение длительности заживления ран и соответственно для мужчин снижение количества цинка очень печально потому что ведет к заболеваниям простаты источники цинка обратите внимание печень орехи молочные продукты сыры говядина посоль горох баранина свинина то есть в мясе цинка много до пшеница гречка ячневая крупа овсянка то есть это крупы утка дичь индейка вот сейчас мы поговорили про цинк и вот точки регуляции цинка в организме зусан ли и юнь цуань традиционно и . мин мэнь эта точка находится на спине на заднесрединном меридиане и она соответственно находится на уровне пупка то есть ну как бы напротив пупка следующий микроэлемент о котором мы поговорим фосфор фосфор он очень важен в организме прежде всего для построения костей и зубов процессе деления клеток фосфор соответственно в составе мембран клеток находится и в составе нуклеиновых кислот и соответственно он принимает участие в процессах деления клеток роста клеток и соответственно хранения и передачи генетической информации то есть фосфор завязан на днк фосфор важен для синтеза энергии в организме в принципе и он требуется для белкового углеводного жирового обмена и для превращения того что мы потребляем в энергию как из еды энергию получить в этом фосфор важен и особенно он важен когда речь идет о восстановлении об энергии для восстановления мышечной и нервной ткани к чему приводит дефицит фосфора мышечные судороги друзья оцепенение спутанности потери сознания на самом деле дефицит фосфора это довольно редкая история но пониженное его содержание слегка пониженное ну по сути проявляется у большинства людей после 50 лет ну как говорят наши западные медики типа ну а что вы хотите в возраст между тем источниками фосфора является рыба ну собственно сыр вот как вариант и творог да вот брынза еще вот из молочных продуктов и дальше морепродукты рыба камбала сардина тунец скумбрия осетр краб ставрида кальмар моего минтай корюшка креветки пожалуйста ну если вы не любители морепродуктов то вам остаются молочные продукты сыр брынза творог точки регуляции фосфора дзу санли юньцуань как водится и еще одна важная фантастическая точка узловая точка пересечения трех меридианов точка санэндзяо точка красоты переходим к следующему элементу хром друзья хром на самом деле такой микроэлемент который очень часто упускают из виду однако он имеет колоссальное значение прежде всего хром увеличивает эффективность инсулина а инсулин способствует проникновению глюкозы внутри клетки соответственно хром вместе с инсулином помогает организм усваивать глюкозу и улучшает углеводный обмен хром уменьшает тягу к сладкому участвует в регуляции белкового обмена способствует расщеплению плохого холестерина его выведению препятствует отложению холестериновых бляшек и увеличению количества холестерина на стенках сосудов развитию атеросклероз соответственно нормализует артериальное давление и соответственно препятствует развитию гипертонии что делает дефицит хрома скачкообразное изменение массы тела может быть проявление нейропатии паристезии то есть это вот когда у вас все время у вас по вас по вам все время мурашки бегают приводит к мышечной слабости нарушению координации движений спутанность сознания также как и дефицит фосфора остеопороз высокий уровень холестерина нарушения толерантности глюкозе источники хрома посмотрите крупы бобовые фасоль горох жимолость чечевица кукуруза фисташки пшеница овсянка то есть вот вам источники хрома на самом деле те люди которые часто едят макароны особенно если эти макароны не из твердых сортов пшеницы то такая история снижает количество хрома в организме и человека начинают тянуть на сладкое обратите на это внимание точки регуляции хрома . санэнзяо зусанли и . шуи фэнь она находится в одном цуне выше пупка передний срединный меридиан следующий микроэлемент селен его очень часто называют микроэлементом молодости значение селена очень велико для человека в разных системах он принимает участие в иммунной системе он усиливает сопротивляемость организма болезням инфекциям повышает синтез лейкоцитов защищает от действия свободных радикалов в гормональной системе он находится в составе большинства ферментов и гормонов соответственно влияет на работу всех органов систем у людей пожилого возраста работа щитовидной железы кстати говоря обусловлена уровнем селена и если селен понижен содержание селена понижается она понижается с возрастом то велика вероятность возникновения сбоев работе щитовидной железы в сторону гипо или гипер чаще всего гипо гипотириоза селен оберегает организм человека от ядовитых минералов ртути кадмия талия мышьяка и свинца при онкологии архиважен селен потому что он является антиоксидантом первого уровня более того если при онкологии назначают человеку химиотерапию то селен является усиливающим усиливаю усилителем защиты от последствий этой химиотерапии ну и собственно селен участвует в выработке энергии организмом к чему приводит дефицит селена к различным новообразованиям не только поджелудочной железы но и все многих других органов воронхиальный астмик заболеваниям сердечно-сосудистой системы гипотириозу кретинизму бесплодию и прочим эндокринным нарушением откуда силен можно взять друзья это кукуруза это рис пшеница ячневая крупа чечевица то есть это крупы это капуста фасоль фисташки горох арахис то есть грецкий орех это орешки до миндаль вот обратите внимание отсутствие точнее отсутствие а сниженное количество селена тоже может привести к конституциональному типу недостаток ци это очень тяжелый конституциональный тип потому что ну человеку в этом состоянии просто вообще нет сил чего бы то ни было делать и хотеть раньше силен всегда в организме был ну в активном возрасте людей в достаточном количестве почему потому что он всегда сопровождал злаки сейчас это не так сейчас все наши крупы всех хлеба которые выпекаются из круп до каши наши соответственно они не имеют достаточного количества селена почему потому что почва наши бедные очень очень бедные и вы знаете на текущий момент в нескольких странах в частности в японии в финляндии в треции существуют правительственные программы для обогащения почв сельскохозяйственных почв селеном потому что это беда 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 потому что народ начинает катастрофически стареть и долго не могли понять почему потому что вроде как продолжительность жизни увеличилась да а люди начинают признаки потери молодости видеть раньше чем могло бы быть и и многолетние исследования привели к выводу что здесь замешан недостаток селена в почвах а значит в злаках в том что выращивает человек к селену нужно быть очень внимательным если вы принимаете биоактивные добавки передозировка селена чревато поэтому контролировать это состояние нужно ну и кстати вот здесь есть такая ремарка на этом слайде что селен также есть в редиске и в редьке и заметьте когда вы едите редиску или редьку много вы их съесть просто физически не сможете почему потому что организм просто ну кто-то скажет потому что вкус такой нет не потому что вкус такой потому что в каком-то в какой-то момент организм скажет достаточно передозировка селена чревато точки регуляции селена точка гао хуан шу в районе лопаток . шэнь мэнь мы об этом уже говорили дзу сан ли и юнь цуань регуляторные точки нашего организма следующий элемент про которым поговорим железо тоже многие из вас наверняка сталкивались с нехваткой железа ну или знаете по крайней мере к чему она может привести железо принимают активное участие в обмене веществ требуется многим ферментом белкам участвует в обмене холестерина железо способствует разрушению ядовитых веществ в печени друзья это архиважная функция железо потому что мы с вами едим очень много всяких вредняшек во всякой гадости а кто еще есть фармацевтику химические препараты то печень конечно рушится из-за этого если у вас мало железа в организме то это дополнительная нагрузка на печень железо участвует в процессе кроветворения в производстве днк улучшает работу иммунной системы влияет на окислительно-восстановительные реакции и энергетический метаболизм к чему приводит дефицит железа раздражительность апатичность быстрая утомляемость плохой аппетит бледность кожи языка ладоней анемия друзья сухость ломкость кость ногтей волос гипоксия всех тканей организма у человека человек просто бледный и у него очень часто бывает озноб на этом фоне и не хватает сил где мы берем железо орешки опять-таки орешки фисташки в частности печень шпинат чечевица горох гречка ячневая крупа овсянка пшеница арахиский зил кешью кукуруза кедровые орешки друзья важно помнить дефицит железа влияет на качество крови кстати многие из вас знают такую мудрость древнюю древнюю что много железа в яблоках когда яблоко разрезаешь и оставляешь на воздухе проходит окислительный процесс и яблоко начинает коричневеть если это так прекрасно значит в яблоке железо есть в достаточном количестве ешьте такие яблоки если вы разрезаете яблоко сейчас это очень частая история яблоко разрезали оставили на воздухе оно не коричневеет не рыжеет оно как было бледненьким так и есть это яблоки восковые так называемые до обработаны химикатами железа там нет ничего хорошего в этих яблоках нет не вздумайте их употреблять просто можете сразу выкинуть и и прочее это просто дополнительная нагрузка на вашу пищеварительную систему не более того точники регуляции железа друзья гао хуан шу зусан ли и шуи фэнь и последний микроэлемент о котором мы поговорим это йод принимает участие в регуляции энергетического обмена и температурного тела температуры тела человека влияет на скорость биохимических реакций в белковом жировом обмене участвует в водно-электролитном обмене в метаболизме ряда витаминов без йода некоторые витамины не усваиваются процессах роста развития организма и стабилизации работы нервно-психического состояния нервной системы и психического развития повышает потребление тканями кислорода обеспечивает еще больше энергии способствует росту облегчает соблюдение диеты за счет изжигания избыточного количества жира и активизирует умственную работу друзья йод архиважный микроэлемент особенно для детей подростков когда они находятся во первых стадии роста физического тела физических тканей и во вторых они находятся в активном процессе познания изучения мира и поглощения большого количества информации дефицит йода к чему может привести к различным заболеваниям щитовидной железы прежде всего гипотириозу дисфагию ухудшение памяти к слабости хронической усталости к сухости кожи ломкости ногтей увеличению массы тела понижению артериального давления по возникновению аритмии брадикардии к бесплодию компотенции снижению интеллектуальных способностей кретинизму шизофренизму это дефицит йода кстати очень частая история когда дети в детстве в юности в пубертатном периоде не получали достаточного количества йода это не сразу отразилось на их состоянии отражается где-то примерно к 40 годам там происходит в районе 40 лет и у мужчин и у женщин происходит гормональная перестройка организма очередная и тут дефицит йода в детстве и юности дает о себе знать и собственно может возникнуть различные заболевания психической сферы интеллектуальной сферы гормональной и так далее так далее в общем ничего приятного нет где мы берем йод конечно это морепродукты прежде всего но на первом месте тем не менее не они на первом месте фейхоа вот кто не любит морепродукты а йод нужен фейхоа пожалуйста ну соответственно следим за кстати говоря кто-то скажет иодированная соль нет друзья иодированная соль к сожалению это большой большой вселенский миф потому что йод это люльтучее соединение и действительно бывает иодированная соль но как только вы ее открываете и начинаете ее пользоваться то очень быстро она теряет эффект иодированности и становится просто солью поэтому не питайте иллюзий пожалуйста на эту тему а дефицит йода приводит к умственной отсталости снижению иммунитета энергии и лишнему весу кстати один из тестов на тему достаточное у вас количество йода в организме или нет если когда-нибудь вам доводилось наносить йодную сетку на кожу бывает разная история когда например нанесли йодную сетку прошел буквально чуть-чуть времени да а ее уже не видно то есть организм просто тупо впитал то есть ничего не видно даже нет никаких рыженьких полосочек да никакой пигментации нет это говорит о том что организм просто заграбастал себе этот йод и значит там явный дефицит если йодная сетка держится достаточно долго значит у вас с йодом все в порядке точки регуляции йода . санэнзяо . вай гуань лао гун и . да джуй друзья мы поговорили про 12 важнейших микроэлементов и здесь вот на этом слайде я чисто для справки привела вам ну некую такую условную градацию на солнечные лунные элементы это интересно знать для чего кто изучает систему усин влияние пяти первоэлементов друг на друга и на организм человека тому эта информация будет нужна и важно для понимания что чего порождает что чего угнетает что с чем не должно находиться рядом да то есть что как с чем взаимодействовать почему это все приводит я сейчас на этом останавливаться не буду потому что это прям отдельная огромная тема но для справки вы можете это эту информацию себе взять хотелось бы на последок вам сказать еще вот о чем друзья есть такое понятие сейчас к сожалению в нашем современном мире металлизация жизненных средств и важно это понимать вот почему говорим мы о тяжелых металлах и знаете наверное сейчас если например искать фильтры для воды да есть такие фильтры где написано очищение воды тяжелых металлов или когда человек начинает например какие-то бады для себя выбирать для очистки организма да есть такие бады где прям конкретно написано чистит организм от тяжелых металлов от сорвенты различного плана которые чистят организм от тяжелых металлов у нас такой есть гаосен корпорации фохоу да а что такое почему организм надо чистить от тяжелых металлов друзья что за ерунда такая на самом деле в современном мире вода почва воздух к сожалению загрязненный и в них накапливаются тяжелые металлы и конечно же наш организм это попадает потому что мы пьем воду дышим воздухом и едим пищу которая произрастает на наших почвах чем страшны тяжелые металлы причем здесь микроэлементы о которых мы говорили друзья если у нас есть дефицит каких-то микроэлементов то попадая в наш организм некоторые тяжелые металлы могут задержаться и осесть в различных тканях нашего организма замещая тот микроэлемент которого не хватает по периодической системе вы представляете себе как выглядит периодическая система это столбцы и строчки и если взять столбец вот я как пример написала если например у вас мало кальция то в тканях из тяжелых металлов будут оседать металлы 2 столбца вот где в периодической системе кальций если вы посмотрите весь столбец ниже да вы увидите например там такие тяжелые металлы как кадми и ртуть вот они будут осаждаться в ткани вот там где должен быть кальций там будет кадми чё хорошего если мало кремния то соответственно на его замену придет олово или свинец чё хорошего поэтому друзья если у нас микроэлементы в достаточном количестве то мы в некотором смысле ну это как как оберег для нас от тяжелых металлов собственно говоря так ну что что я сейчас сделаю я сейчас включу камеру а трансляцию соответственно а трансляцию я экрана а трансляцию экрана я уберу господи все время думаю как же ее убрать до прекратить трансляцию экрана ну что друзья я сейчас вам дала информацию по основным самым важным 12 микроэлементам которые в нашем организме архиважны и надеюсь последним своим слайдом последний своей ремаркой сумела убедить вас в том что микроэлементы лучше поддерживать в организме в достаточном количестве потому что действительно это многолетние исследования этим исследованием уже около 70 лет я имею ввиду наличие тяжелых металлов в организме человека и действительно эта тенденция эта зависимость есть если нет каких-то микроэлементов на их ну свято место пусто не бывает на их место обязательно придет тот или иной металл соответствующей валентности поэтому друзья следим за наличием микроэлементов я сразу могу сказать что а как собственно следить да если мы не испытываем тех или иных симптомов если у нас более или менее ну в порядке самочувствия да значит ли это количество микроэлементов у нас достаточно зачастую да но при всем при этом мы же постоянно бежим куда-то постоянно несемся и уделяем внимание организму тогда когда уж совсем припрет когда уж прям вот болит или что-то прям нас выбивает из клей а на какие-то мелкие такие симптомы да мы просто не реагируем их не замечаем у нас нет на это ни сил ни времени да поэтому друзья есть вариант особенно после 50 лет есть смысл заморочиться на это исследование состав не по микроэлементам анализ спектральный анализ волос причем знаете какая история у нас же волосы растут достаточно ну я не знаю кто то скажет быстро да но в принципе достаточно медленно и когда вы отдадите волос на спектральный анализ есть очень важный момент его надо отдать целиком то есть выдрать целиком прям вот прям вот целиком не просто отрезать нет потому что по составу на разных участках волоса у вас будет анализ потери того или иного микроэлемента понимаете ну временной в хронологическом порядке вот что интересно делается такой спектральный анализ микроэлементный ну и собственно говоря можно конечно сдавать анализ крови но другой вопрос если уж честно микроэлементные и витаминные ну на дефицит и анализ крови на дефицит и микроэлементов и витаминов обычно по полису омс не делают да бесплатно вы это не сможете сделать то есть это только платная история и эти анализы достаточно дорогостоящие однако на определенные микроэлементы есть смысл этот анализ все-таки делать потому что здоровье важнее лучше определить это в самом начале теперь друзья напоследок хотела бы вам сказать еще вот о чем есть огромное количество бадов что такое бады биоактивные добавки это еда бады это еда по сути да откуда они возникли когда народ понял что в разных странах что в пище перестала давать нужное количество микроэлементов собственные витаминов и тогда начали изобретать добавки биоактивные добавки они разного поколения 1 2 3 4 уже 5 поколения эти добавки в разной форме там эти микроэлементы друзья обращайте пожалуйста внимание всегда на составы добавок и обращайте внимание на то каком количестве активном количестве тот или иной микроэлемент там присутствует потому что вы можете открыть состав биоактивной добавки какой-то да и прочитать что в составе например есть кальций вы такие вау вот и там и кальций магний все здорово и мне вот это вот прям надо сюда вы едите эту добавку килограммами не знаю долго и результата никакого нет почему потому что если вы бы изначально просмотрели количество процентных активных веществ составе этой добавки например вы могли бы обнаружить что там того кальция там одна десятая от суточной дозы всего лишь понимаете а превалирует например какой-то другой микроэлемент или какое-то вещество поэтому изучайте внимательно добавки которые вы едите еще если у вас есть альтернатива жидкая форма или таблетированная форма конечно отдавайте предпочтение жидким формам обязательно если у вас есть доступ к информации о том как какими технологиями какими действиями производится экстракция этих веществ в добавку да ну я о чем это химическая реакция или это выжимка или это настой отвар или это еще спиртовые данных не бывает и это так получено это экстрагирование экстрагирование какое чем с помощью чего это очень большое значение имеет чем более естественно процесс тем лучше чем меньше термической обработки тем лучше есть сейчас такая технология как крио экстрагирование крио экстрагирование там отсутствует термическая обработка потому что там речь идет о заморозке термическая обработка имеется ввиду повышение температуры а вот поэтому друзья обращайте на это внимание пожалуйста и знаете есть еще вот я вам приводила слайд по усин до микроэлементы и усин ну может быть стоит об этом поговорить отдельно действительно как-нибудь но кто систему усин знаком посмотрите пожалуйста что с чем не должно присутствовать в одной кучке у нас же знаете мы же все волшебную таблетку хотим да мы хотим такое средство мы не хотим 10 там препаратов биоактивных добавок пить правильно нам же это все тяжеловато вот эти пригоршни здорово было бы одна таблеточка оптом в ней и кальций магний йод и железы и все там я так съел и все хорошо нет ну нет потому что нельзя в одном в одну добавку например помещать ну допустим вот калий магний можно например кальций железа не понимаете ну посмотрите повод по системе усин поэтому слайду и вообще в принципе можно конечно покопаться об этом на эту тему дополнительно не очень много информации но она есть обращайте внимание на состав на то какие микроэлементы вместе в одном препарате и насколько это удобоваримо вообще вот поэтому друзья я очень надеюсь на вашу осознанность и надеюсь что сегодняшней темой своим эфиром я привнесла в вашу голову определенные новые знания понимания сознания насколько важно контролировать достаточный уровень микроэлементов хотя бы вот этих 12 основных микроэлементов в нашем организме и не забывайте про точки о которых я вам говорила потому что ну собственно это несколько регуляторных точек нашего организма всего лишь их не очень много просто как только начинаете пить какой-нибудь добавочку и сразу берете и начинаете прорабатывать эти точки тогда усвояемость будет в разы лучше и вы сами для себя обеспечите более явный быстрый результат друзья мои эфиры сегодняшний завершаю с вами была ольга вершинина мастер биоэнергорегуляции мы говорили сегодня о важнейших микроэлементах в жизни человека я желаю вам мира добра и благополучия будьте здравы во всех сферах своей жизни всего доброго до свидания я желаю вам чуть путь я желаю всем пока и я желаю вам я желаю вам я желаю вам Продолжение следует...